Народный танец, будь он исконный или стилизованный, всегда отличает живость и четкость подачи, пестрота костюмов танцоров, искренность и доброта музыки, а также теплый прием в зрительном зале. Ведь не даром этот танец зовется народным. В нем воплощены самые лучшие представления народа о самом себе. Если задаться вопросом, чем жители одного региона отличаются от других, посмотрите, кто как танцует, и все станет ясно. Фестиваль сохраняет высокие стандартные организации, судейство и исполнительство. В его географии множество регионов России, около 80 танцевальных номеров. Награды Латкарина принесли лауреат третьей степени Лищенко Амелия из коллектива «Ритмы детства», а также дипломант второй степени Бушуева Диана из коллектива «Шаг вперед». Стоит отметить, что в этом году судейскую коллегию приятно удивили самые юные артисты. Их профессионализм победил снисходительность, с которой публика привыкла оценивать детские выступления. Говоря кратко, интересно было не только родителям артистов, а также всем остальным ценителям танцев. Для нас очень важно, что несмотря на сложную экономическую обстановку, фестиваль не потерял в количестве участников. Мы очень беспокоились об этом в этом году. И приехали очень многие коллективы, которые ездят к нам каждый год. Есть новые коллективы, то есть интерес к народному танцу, он не угасает, по-прежнему процветает, это очень радует. Традиционно в рамках фестиваля прошла серия мастер-классов под руководством заслуженных работников культуры, артистов и балетмейстеров. «Беречь красоту русского танца» – так прозвучало название одной из программ. Григорий Козлов, Александр Тестов, Новости Олдкарина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова